Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу Самарская среда. Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как подростков увлекают в совершение преступлений? Что нужно для успешной борьбы с пробками на дорогах? Какие методы используют самарские полицейские для борьбы с мошенниками? В нашей студии Дмитрий Урюпин, начальник управления МВД России по городу Самаре, полковник полиции Дмитрий Алексеевич. Добрый вечер. Спасибо, что нашли время и пришли в нашу студию. И в разгаре сейчас учебный год и впереди уже совсем немного времени осенние каникулы. У подростков будет больше свободного времени. Я предлагаю начать нашу беседу с разговора о подростковой преступности, что там происходит и как нужно вот эту проблему решать. Вот для начала, как вовлекают подростков, детей в совершение преступлений? В настоящий момент мы все пользуемся и являемся участниками различных гаджетов и большую часть времени проводим в интернет-пространстве. Молодежь, естественно, еще больше. И, соответственно, вовлечение в настоящее время происходит именно из интернет-пространства. Здесь нужно разделить на две группы. У нас получается, либо несовершеннолетний становится объектом преступления. Начинается все с обычной игровой формы. Впоследствии увеличиваются задачи, задания даются определенные. Здесь также завлечение идет либо каким-то призовым фондом. Ну и впоследствии ребенок может совершить суицид. Это первый этап развития. То есть это такая технология. Нас вначале в игровой форме его вовлекают, ему каким-то образом дают возможность получить какие-то небольшие деньги, но для него большие. Ну, даже здесь могут быть не деньги, а какие-то определенные призовые формы, какие-то там, скажем так, виртуальные. Виртуальные деньги, виртуальные бонусы. Я не знаю, какой-нибудь бронежилет в игре. Да, они могут называться по-разному. Это вот одна часть. А вторая часть, это когда непосредственно уже используют ребенка в качестве объекта для совершения правового деяния. То есть это когда ребенку рассказывают, что можно заработать денежные средства. Ничего сильного делать не надо. Это просто поднять какой-нибудь предмет и разложить этот предмет на много других. Сделать фотографии, выслать человеку координаты того или иного места. С этого начинается, потом уровни растут, растут, растут. Вот это все, что касается распространения наркотиков, к примеру. То есть очень часто ребенок не понимает саму суть и что он делает. Он думает, что он просто зарабатывает денежные средства. И уже когда попадает к нам, и когда уже вносит суровый приговор, тогда начинают понимать, что они сотворили. А это правда, что они действительно подростки, дети не понимают? То есть они думают, что это такая игра? Изначально да. Но, соответственно, потом, когда уровни начинают расти, они начинают уже понимать, что это легкий заработок денег. То есть как бы легкие деньги перетягивают страх возможного наказания? Да. Ну, еще и сознание молодого организма не сразу оценивают те действия, что могут за собой нести. Они не понимают, ввиду своего возраста, что они совершают тяжкие преступления, тяжкие деяния. Понятно. То есть, в общем-то, вот такая, на самом деле, простая, с одной стороны, технология, с другой стороны, все простое, оно и эффективное. Да. То есть здесь они подвержены определенному, их, как правило, стараются затянуть группой. Здесь изначально я хочу доказать самому себе, доказать своим друзьям, что я могу это сделать то или иное. И тем самым попадают под определенное влияние. Это они могут совершить из-за определенного заграждения, и какие-то поджоги, и какие-то другие противоправные действия. То есть такие действия, на самом деле, на территории Самарской области происходили? То есть то, что вы сейчас говорите, это, скажем так, вот из практической плоскости? Это из практики, да. Здесь вот хотелось бы обратить внимание родителей, да, на своих детей, чтобы они больше уделяли внимание, смотрели те контенты, которые они просматривают, те игры, в которые они играют. Просматривали и задавали детям вопросы, что даже в игре, для чего ему какие-то предметы нужны. Потому что с простой игры впоследствии может перерасти в определенные, уходят они на определенные интернет-площадки, и где уже общаются с людьми, которые целенаправленно их направляют в то или иное русло. Но ведь смотрите, Мир Алексеевич, вы же сами родители, и прекрасно понимаете, как сложно подчас контролировать детей, а не подчас, ну, это воспринимают в штыки, вот исходя из вашего практического опыта. А вот этот родительский контроль, как его, ну, наиболее целесообразно установить, наиболее эффективно установить? Ну, надо начинать с доверительных бесед. То есть не нужно на ребенка давить, не нужно, особенно если это подросток, да, там, 15-16 лет. То есть нужно только в так же, в такой же игровой форме. Расскажи, хочу посмотреть, что это за игрушка, она мне очень интересна, хотел бы тоже научиться, к примеру, как вариант. Ну, и под этим моментом можно у ребенка понять, где он, с кем он общается. Ну, здесь, наверное, самое важное с кем, потому что вот то, что вы говорите, это важнейший вопрос, когда хочу доказать друзьям. Марий Алексеевич, вот такой момент еще важный. Как вы считаете, вот детские банковские карты, например, это хороший родительский контроль? Потому что это же позволяет, ну, каким-то образом отслеживать движение средств ребенка? Да, это, в принципе, хороший момент. Если уже у ребенка появляются карманные деньги, ну, мы сейчас прекрасно понимаем, ввиду цифрилизации, то есть это уже получается, как правило, пластик, да, и здесь как раз самый удобный момент смотреть. Во-первых, здесь можно посмотреть какие-то, уже в том или ином банке поставить какие-то ограничения. Также вам все покупки, которые будут, тоже будут, опять же, с тем или иным банком подписываться договор, и вам там на телефон, либо еще в какой-то форме будет приходить распечатка, детализация тех денежных средств, куда они были потрачены. Здесь как раз вот тоже, как одна из форм контроля за ребенком. То есть вот, по большому счету, это, наверное, такой, ну, как бы, с одной стороны, ребенок имеет самостоятельность, потому что это его карта? Мы увидим, вот опять же, если он начал заниматься чем-то нехорошим, ну, к примеру, вошел в распространение наркотиков, ну, как один из вариантов, да, и ему, соответственно, будут пополнения, и уже родители будут видеть, откуда непонятные суммы. Непонятно за что? Да, непонятно за что, и здесь уже есть возможность обратить на это внимание. И задуматься. Дмитрий Алексеевич, а как часто подростков увлекают в преступления экстремистские, вот, в преступления экстремистской направленности? Вы говорили о поджогах, вот, если продолжить эту тему. Ну, зачастую используют как раз различные площадки и для совершения непосредственно каких-то диверсий руками вот людей, которые еще не понимают о самой ситуации, которая происходит в стране и в мире. Они идут на это, ну, то есть за какие-то, как опять же, обещания, как правило, впоследствии не достигшие своей цели. То есть даже если они и сжгут там релейные шкафы какие-то, либо еще какие-то там задачи получают там по дискретации армии какие-то, то, как правило, то есть деньги им никто не выплачивает. Их просто обманывают? Их просто обманывают, ну, и, как бы, подрабатывают наши коллеги. Как правило, все они становятся фигурантами уголовных дел. И при этом нужно отметить, что ведь уголовная ответственность наступает у нас, ну, как бы в полном объеме. То есть с 14 лет это, так сказать, уже? У нас с 14-16. А 16-16 это, по большому счету, полный объем ответственности. То есть это нужно четко понимать и доносить. Вот в связи с этим главный вопрос, как, наверное, донести это родителям, чтобы они лишний раз, ну, говорили своим детям и разговаривали с ними, что ли? Ну, здесь большой, наверное, объем профилактический. Не только в самих родителей. У нас есть еще и учебное заведение, вузы. Вот мы с этой целью в этом году провели, получается, 134 мероприятия, посвященные как раз вот профилактической работе непосредственно в школах. Как раз вот разговор с детьми об поведении в интернете, разговор поведения на дорогах, поведения в коллективах. И у нас, ну, заметно есть снижение подростковой преступности. В этом году было совершено всего лишь 130 таких преступлений на 62% снижение тяжких, особо тяжких преступлений среди подростков. Это хорошая цифра. Это на самом деле хорошая информация, хорошая цифра. То есть говорит о том, что все-таки дети, как бы, ну, подростки, вернее, начинают думать. Между тем, все равно, то есть, как бы, у нас сейчас вот на профилактическом учете стоит 39 групп из 89 детей. То есть мы с этими детьми, когда проводим работу, то есть мы стоим не на учет, контролируем их по учебе, контролируем их по месту жительства. Часть детей, если есть там такая необходимость и уже возраст позволяет, где-то стараемся и где-то под трудоустроить, потому что... Вы этим тоже занимаетесь? Да, конечно. То есть, как бы, и не только, скажем так, лиц, которые... И трудоустроить, и помочь с продолжением образования. Конечно, конечно. То есть это тоже входит в нашу профилактическую работу. Просто, ну, в наше время это приятно слышать, я откровенно скажу, потому что мы все традиционно привыкли, что все-таки полиция – это в первую очередь наказание за совершенные преступления. Нет, нет, здесь как раз прямая работа службы ПДН, работа с детьми, тоже само участковый, это тоже его непосредственная задача, работа, да. Мы же понимаем прекрасно, если мы сегодня не остановим и не направим на путь исправления, он уже вырастет и будет уже... Взрослый преступник. Взрослый преступник, да. Ну да, соответственно, опять же придется с ним, к сожалению, работать. Да, то есть поэтому, то есть как бы лучше в начале пути остановить, возможность дать исправиться. Матер Алексеевич, предлагаю поговорить сейчас немножко о другой теме. Вот мы, когда начался, начался когда учебный год, мы увидели, что на дорогах стало больше машин, это обычная история совершенно. И чем дальше, тем их будет больше и будет больше, соответственно, пробок и тех мест, где движение затруднено. Но впереди зима, это всегда особо сложное время. Вот что делать с участками дорог, где пробки образуются? Ну, у нас, во-первых, заработала система, пока, правда, на двух крупных магистралях, от Московского шоссе и Новосадовая, которая считывает информацию о потоках и распределяет информацию между светофорными режимами. То есть она автоматически, интеллектуально меняет режим светофоров. Также мы в пробочный промежуток времени выделяем сотрудников госавтоинспекции на сложные перекрестки для ручного регулирования с целью избежать пробочного ситуации. Ну, то есть, по большому счету, это такое вот уже как бы использование высоких технологий? Да, то есть как бы уже, скажем так, ее опробировали. Может быть, заметили, что, допустим, по Московскому шоссе, по Новосадовой можно ехать, скажем так, по зеленой дорожке. Это так называемая зеленая волна. Да. Кстати, скажите, а какую вот скорость наиболее целесообразно выбрать, чтобы ее поймать и чтобы все время попадать на зеленый свет? Вот примерно это 30-40 км в час. Здесь есть правило дорожного движения. Не, понятно, что 60 – это максимум. 60 – это максимум. Ну, если обратили внимание, у нас есть знаки, которые висят, так называемая рекомендуемая скорость движения. То есть, это ее лучше придерживаться. Если висит такой дорожный знак, то его надо придерживать с этого, и вы как раз попадете под все светофоры под зеленый. И, соответственно, как бы не придется резко ускоряться, резко тормозить. Ну, опять же, мы в последнее время стараемся перестраивать дорожные движения. Может быть, обратили внимание, у нас две улицы в этом году заработали с увеличением скоростного режима. Это южное шоссе, скорость движения увеличена до 80 км в час. И сейчас запущено, тоже подняли дорожные знаками, это за Фрунзенским мостом. То есть, увеличили прохождение автотранспорта. Тем самым, как раз, вот, там безопасные барьеры, там у нас светофоры интеллектуальные стоят. Поэтому была возможность чуть скорость приподнять с той целью, чтобы поток немножко скинуть. Потому что мы же прекрасно понимаем, что у нас большое количество людей проживают. Сейчас две у нас, да, крупные строительные площадки с двух сторон города. С одной стороны, южный город, с другой стороны, Кошелев парк расстроились. И большое количество людей проживает там. Конечно, вот, сейчас, конечно, вот, как только заработает у нас еще новая магистраль, ну, еще меньше станет. Ну, да, соответственно, не придется заезжать в город, проще будет объезжать. Да, да. Вот, по вашей оценке, какие опасные перекрестки есть в городе, и как будете регулировать движение там? Ну, у нас есть перекрестки, которые выделяются по безопасности по совершенным дороже транспортным происшествиям, да. И мы периодически на данных перекрестках выставляем посты. То есть, когда проводим профилактические мероприятия с целью, то есть, как бы, это не цель, там, остановить, наказать или что-то. Цель другая, то есть, снизить травматизм на данном участке. Ну, вот, как бы, конкретные адреса? Да, по адресам-то можно пробежаться. Ну, например, вот я считаю, что Московская революционная, например, всегда такой достаточно сложный перекресток. Ну, у нас вот, скажем так, за последние 9 месяцев выявлено 6 таких вот приблизительно перекрестков, где совершено там более 15 дорожных транспортных происшествий. Ну, такие, ну, вокзальные, Московское шоссе, наверное, Новосадовое, Платонова, Вольское, Краснодонское, Гагарина, Советская армия, Кирово-Вольское, Южное шоссе и Уральское шоссе. Кстати, Кирово-Вольское, да, я вот сейчас соглашусь, я подумал, что это действительно тот перекресток, где нужно быть, ну, осторожным. И сейчас вот, кстати, в связи с предстоящей зимой, вот вы лично когда советуете менять резину на зимнюю? Здесь нужно просто обратить внимание на погоду, зайти на любой сайт, которому вы доверяете, и посмотреть длительность. Прогноз. Да, прогноз, именно длительный прогноз. Если температуру уже, вы видите, что в ближайший месяц не будет подниматься больше 7 градусов, то я уже здесь рекомендую сразу поменять резину. То есть вы тоже так делаете? Да, я так делаю. Я вот, честно говоря, обращаю внимание, то есть вот, кстати, вот когда съехал сюда в студию, с водителем разговаривали, что пора уже нам поменять резину. Ну, я согласен, я примерно так же рассуждаю, что уже... Потому что уже сегодня вот утром, да, уже два дня, два дня, да, вот можно обратить, последние два дня уже гололед. То есть, а там, где это, скажем, дома еще и закрывают от солнышка, то, грубо говоря, это налить и уже есть. Да, она и днем уже, то есть никуда не уходит, поэтому лучше поменять. Ну да, лучше как бы вот не экономить на резине, лучше заранее это все сделать. Да, это как раз, мы же понимаем с вами, дело привычки, и как раз перемена погоды, это как раз влияет на ту привычность. Сейчас гололедец начинается, нужно уже заранее пересматривать свой стиль вождения. Согласен. Я предлагаю сделать паузу, давайте посмотрим сюжет, а затем продолжим нашу беседу, поговорим о мигрантах, такой важной и тоже сложной теме. В Самаре педагоги и психологи помогают адаптироваться детям-мигрантам из ближнего зарубежья. Центр помощь – единственная организация в городе, где педагоги и психологи бесплатно занимаются семьями, переехавшими из других стран. Для них сотрудники центра разработали проект «Учимся жить в России». Он существует уже больше 10 лет. За это время педагоги разработали собственную методическую программу. Мероприятие проходит в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Самара» на 2021-2026 годы. Программа направлена на работу не только с детьми, но и с педагогами в разных школах города и с родителями других ребят. Сотрудники центра считают, что к вопросу адаптации нужно подходить комплексно. Программа позволяет обеспечивать профилактику терроризма и экстремизма. Дети, переехавшие из Таджикистана, Узбекистана и других стран, приходят на занятия в центр два раза в неделю. Здесь справятся с трудностями в общении со сверстниками, им помогает психолог. Дети-мигранты сталкиваются в первую очередь из-за языкового барьера. У них нарушается адаптация и построение коммуникации со сверстниками. Преодолеть языковой барьер мальчикам и девочкам помогает дефектолог. К нему дети приходят на индивидуальные занятия. У деток, к сожалению, не у всех там внимание есть. Не все понимают хорошо русский язык. То есть связано с тем, что два языка у многих. Получить поддержку в центре помощь может любой ребенок в любое время. Если семья переехала в середине учебного года, то детей примут в центре сразу же. С этого момента и начнется путь адаптации в новой стране. В течение двух лет подопечные сотрудников центра полностью вливаются в коллектив и осваивают русский язык. Дмитрий Алексеевич, мы посмотрели сюжет, и он касается мигрантов и их детей, которые стали гражданами России. И, соответственно, здесь живут и являются, собственно говоря, такими же полноправными гражданами страны, как и мы с вами. Но есть еще такая категория людей, как мигранты, которые не граждане России. И, более того, они не имеют права здесь находиться в силу каких-либо причин. Вот как не пустить сюда этих людей, либо как помешать им совершать здесь преступления? — Мы за 9 месяцев текущего года на периодичной основе проводим мероприятия. На настоящий момент мы провели где-то 490 таких мероприятий. Это там, где непосредственно есть концентрация. Это либо место проживания, это либо место работы, либо место учебы. У нас ведь не только иностранные граждане приезжают сюда на заработки, но еще и под видом учащихся. То есть весь вот этот кластер мы пытаемся охватить. Мы в последнее время по 18 главе за 9 месяцев составили более 2,5 тысяч протоколов. Это касается здесь как раз незаконное пребывание. Здесь же относится незаконная работа. Здесь можно заметить, что в последнее время непосредственно сам въезд иностранных граждан снизился. То есть его потоки стали немножко меньше. Здесь, наверное, больше давайте поговорим не о тех мигрантах, которые сюда заезжают, а те, которые уже стали гражданами Российской Федерации. И они совершают право нарушения и преступления, как полноценные граждане Российской Федерации. Вот здесь, наверное, если брать из анализа совершенных преступлений, их большинство, вот именно лиц, которые получили гражданство, являются гражданами Российской Федерации, и они совершают преступления. Вот в сюжете как раз там затронулся, да, социализация. Да, уже в городе есть такие школы, да, где процент иностранных граждан начинает превышать традиционным народностям Российской Федерации. Потому что мы уже обращаем на эти школы больше внимания. Вот как раз там и совместно в сюжете было сказано, мы совместно и с диаспорами, мы на регулярной основе ежемесячно собираемся, обсуждаем какие-то определенные проблемы, выслушиваем непосредственно от диаспор, что какие к ним, когда люди приходят с какими проблемами, они сталкиваются и пытаемся совместными усилиями прорабатывать вот эти проблемы. Здесь как раз вот и получается, у нас на этапе заезда зачастую лица, которые прибывают в Российскую Федерацию, попадают под влияние своих соотечественников. И вот с этого момента у них начинается незнание правовых основ нашего государства. Они попадают под влияние, скажем, вот этих людей и говорят, что здесь вот, допустим, та же самая прописка, еще что-то. Это только можно решить вот таким путем. Здесь вот нужно, наверное, побольше диаспорам прорабатывать непосредственно с вокзала, непосредственно с прибытия с поездов и разъяснять людям, что с помощью своих юристов, которые есть у нас в центрах, что это можно все законным путем, спокойно получить как и право на проживание здесь и также необходимые документы на работу. Дмитрий Алексеевич, еще одна важная тема и очень сложная, она обширная, поэтому, может быть, даже как-нибудь отдельно об этом поговорим. Как защитить от мошенников человека, особенно пожилого человека, который живет один? Вот на ваш взгляд. Это делается, в принципе, просто. Мы понимаем, что человек пенсионного возраста, либо человек, который уже, скажем, плохо, уже может контролировать определенные процессы, здесь можно сделать простым способом. У нас любая сотовая компания, либо, если это аппарат уже какой-то современный, телефонный, можно сделать белый и черный список. То есть пожилому человеку необходим врач, родственники определенные, а другие все звонки запретить. Вообще все? Вообще все. И тогда к нему прозваниваться никто не будет, и тем самым не будет возможности. Аналогичную функцию, если есть городской телефон, так же можно проработать и с телефонным уже Ростелекомом, так же проработать, тоже та же функция есть. Но сегодня все это работает. Да, это все работает, это самый такой простой способ. Потому что как только человек возьмет трубку, он с этого момента уже начнет подконтрольным быть тому или иному преступнику. Поэтому просто оградить? Просто оградить. Вот всячески возможно оградить можно. Вплоть можно там разложить какие-то на видном месте листочки. Мама, бабушка, не бери от незнакомых, не разговаривай, не подходи. То есть простыми такими фразами на видном месте. Как бы попытаться обеспечить сбитие с контроля. Потому что у нас форма мошенничества в основном в последнее время перешла в телекоммуникационном направлении. И, кстати, большую часть, конечно, подвержены стали уже не только лица пенсионного возраста, а молодые люди, люди, что интересно, и работники банков любой сферы попадаются. Здесь самое главное для всех, это просто прекратить разговор. Любой предлог. Вам звонят под предлогом сотрудников ФСБ, полиции, врачей. Учителей просто прекратите звонок. И если вам звонили, допустим, представители банка, просто перезвонить самому в свой же банк. В банкевую. Все. То есть полиция, медработники, ФСБ никому не набирают самостоятельно. То есть для этого есть другие формы. Если вы нам понадобитесь, мы найдем способ, как вас вызвать, пригласить к себе. Спасибо за интересную содержательную беседу. Обязательно увидимся вновь, потому что, на самом деле, вопросов очень много, и они все очень важны. Ну, по мошенничеству вообще можно. То есть прям я бы... Дмитрий Алексеевич, договорились, и тогда отдельную программу сделаем. Вот на этом давайте и поставим многоточие. Напоминаю, в нашей студии был Дмитрий Урюпин, начальник управления МВД России по городу Самаре, полковник полиции. Будьте внимательны, берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова